Израильские власти начали расследование обстоятельств гибели иммигранта из Эритреи, которого по ошибке приняли за террориста, устроившего стрельбу на вокзале Беаршевы. Молодого человека сначала ранил из пистолета охранник, а затем избила разъяренная толпа. Он скончался в понедельник в больнице от полученных ранений. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху осудил расправу и предостерег своих сограждан от охоты на ведьм. «Люди, ставшие свидетелями нападения, должны покинуть место происшествия и дать службам безопасности сделать свою работу», — сказал Нетаньяху. «У нас страна верховенства закона, и никто не имеет права чинить самосуд. Это первое правило. А во-вторых, нельзя забывать о том, что сегодня мы живем в эпоху распространения идей радикального ислама через интернет. Это как если бы Усама Бен Ладен и Марк Цукерберг объединили свои усилия». На фоне нападений, которые не прекращаются в Израиле уже около месяца, власти страны ужесточили меры безопасности. Строятся бетонные заграждения между арабскими и еврейскими кварталами Иерусалима. В четырех городах, в том числе в Тель-Авиве, представители арабской общины временно отстранены от работы в школах. Эти меры в Израиле одобряют далеко не все. Люди впали в истерику, никто не мыслит логически, все боятся, никто никому не верит. Печально наблюдать такую ситуацию. За последний месяц жертвами новой вспышки насилия стали более 40 палестинцев и 9 израильтян. Конфликт в очередной раз вспыхнул из-за проблемы доступа на Храмовую гору.